ну это потому что конкуренции нет что-то все сто раз обсудили что одно место как бы им нет стимула ну чё либо делать то что место то одно и ты все время будешь ходить паспорт выдают в одном месте жалобу пишу одно место вот и будешь как какашка там болтаться ну вот хорошо что мы наносили а я сейчас вообще боюсь как-то с ними разговаривать либо ходить даже мимо ну был я тут в отделении до сидел там целый час к эту жалобу хотела написать писал ее потом мне написали что нет все нормально тебя на самом деле все фигово и деньги воруют у нас доме и потери теперь я как-то время в пустую тратить не хочу и боюсь их потому что на ней там же бандюганы тоже они ну и проще напасть на обычного человека как бы если ты приходишь и ну ты просто же человек у тебя там не связи не денег нету и можно ну с тобой чего угодно там не знаю и делку завести и просто тебя обосрать и может побить тебя просто поэтому сейчас я просто не знаю если в кусты бы куда-нибудь прятаться буду если увижу милиционеров нафиг все все уроды вообще на украине прикольный был этот случай в одессе когда этот сакашвили только пришел там типа менты ну аварик это случилось мужик на такой крутой тачке сбил человека менты приехали именно человека вообще плевать было то есть они даже его нет а не оформляли просто сразу же к этому мужику и сразу же типа платить деньги нам и то есть чем раньше заплатишь взятку тем дешевле она будет потому что если пускать дело вход потом придется платить например судье это будет дороже и так далее короче лучше заплатить сразу и он короче заплатил и уехал спокойно именно ты уехали этот лежит на улице типа такой сбитый и не понимает что произошло а это когда было в каком году то вот когда сакашвили пришел буквально несколько месяцев ну и так как он пришел он типа осветил то события там уволил там что-то там еще завел дело какое-то назначил этого своего дружка ну а потом все по-старому я понял сейчас же там все по-старому гражданство решили чтобы не лез в украину но этим не мешал порошенко его дружкам они же по моему этого авакова там же бандюган этот же министр обороны или кто-то вот они же так и не выгнали до этого авакова да там все же те же лица все сидят да офигеть вы видели этого авакова вообще когда эти ролики посмотрите на ютюбе я там посмотрел пару раз как сакашвили с ним ругался вообще просто такой бандюган просто такой я не знаю там наверное он бы застрелил бы наверное вы этого сакашвили если бы можно было да и такой просто вообще гопник какой-то он короче у него есть аккаунт на фейсбуке там куча подписчиков и он там пишет ахинею типа такую знаешь загад загадочная это фразочки типового и там какие там кулуарные разговоры там за украину там у нас идутся и там целый рой подпёздышей у него в комментах типа такие что да 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 уважаемый там как там его семён семёнович давайте там наказывайте их всех пока не так они уважают надо потому что ну бандита они он бандит они его уважают все правильно сейчас у хуторского стрима может зайдем не просто я почему говорю вот даже вот по мне вот один вот это аваков в правительстве вот мне это на сто процентов что все просто ну просто днище все кругом что такой человек его не выгнали или не знаю не расстреляли или чё там я не знаю сделали это все это позор просто в ноль всю страну делает гопник какой-то сидит что там я тебя сейчас прибью застрелю блин в правительстве ну это вообще не охота даже говорить про украину после но понимаешь просто у них там как бы такая ситуация что у них по крайней мере есть надежда его снять а вот в россии как снять моль уже надежды нету и очень очень грустно от этого ну что может правда подойдет пойдем видео ведь к поддержим ну да достаточно что-то тем более первый первый раз тут тот зашел всего теперь я великий 3 блин чем сумасшедший блин два канала заломали он 3 у него забанили канал ну да да можно было и восстановить эти два канала чего он дурит они можете ему именно стримы заблокировали то есть и до 100 может снимать так ему так ты ему объясни короче не знаю я тоже попытаюсь ты ему объясни как сделать я тут придумал чтобы не блокировали потому что у него два раза уже заблокировали я придумал надо через вот google плюс там сделать группу или или сделать ее закрытой или открытой или закрытой как хочешь вот и тогда и там посылать ссылку и тогда никто со стороны не зайдет и так уже не залетит такой спиской какой-нибудь чувак вот а то он так и будет сидеть и будет закидать ссылку в этот общий чат ему там будут письку выставлять объясни ему чтобы вот хотя бы но я вот так вот через google плюс делал мне кажется нормальный вариант ну вот кто-то пишет чате я хочу зайти ему говорят заходи в сообщество стримаши он заходит туда и видит ссылку и заходит ну просто дело в том что так принципе зрители особо густо а там еще выбирайся ну а так будут гопники с письками ну и конечно нужно пытаться баня там раз проблем было что у хуторской спать пошел и поэтому не среагировал атакой он бы мог просто стримах удалить и все и проблем бы не было а я не понял схему потом же он тоже удалил или они сделали скриншот какие-то кусок видео записали нет 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 там он из того что спал там несколько часов этот ролик тупо висел на ютубе они пока он висел его застройки ли и ему уже пока он спал и забавили если ему на канале то есть если среагируешь в течение минуты то уберешь а если нет то все да нет там не в течение минут там просто ну знаешь можно удалить стрим уже после того как его закончил сразу ну я видел так он же удалил вот это списка и удалилась потом стрима за что что он не среагировал то есть есть в течение там несколько часов а просто я думаю потом то потом вот ну прошел стрим ты уберешь удаляешь и все какие претензии но нужно сразу просто удалять стримы все а если он там час и два привезет уже все ну ладно ну все тогда пошел просто стрим удаляйтесь из такой фигня я так и делаю сейчас удаляю все вот он все погнали к нему тогда